Молодежь Карачаева Черкесии Есть такая профессия – Родину защищать В образовательных учреждениях Карачаевска Прошли мероприятия по оборонно-массовой работе Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Женкёзов Сегодня день российского студенчества Молодежь Карачаева Черкесии поздравляет Глава Республики Рашид Тимрезов Молодежь Карачаева Черкесии – смелая, умная, яркая, инициативная, перспективная В наших вузах обучаются ребята, будущие специалисты в самых разных профессиональных областях Наши студенты тянутся не только к знаниям, но и активно проявляют себя в спорте и творчестве Являются участниками благотворительных акций Состоят в патриотических молодежных объединениях Наша задача сделать все возможное для развития наших молодых людей Создать условия для того, чтобы они могли реализовать себя после окончания учебных заведений И построили блестящее будущее на своей земле вратной Карачаевой Черкесии Дорогие наши ребята, от всей души желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения, новых успехов и достижений в учебе Пусть студенческие годы навсегда запомнятся, как одни из самых счастливых в вашей жизни Говорится в поздравлении Рашида Тимрезова Сегодня во всех учебных заведениях проходят праздничные мероприятия Виновников торжества и преподавательский состав педагогического колледжа Поздравила министра образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко Она вручила награды самым достойным и ответила на вопросы, интересующие студентов Мероприятие продолжилось праздничным концертом, который подготовили учащиеся и преподаватели педагогического колледжа Ведущие рассказали об истории праздника, а участники концерта постарались создать хорошее настроение В один из самых главных студенческих праздников Мы снова рады видеть вас, мы приветствуем вас И готовы сегодня с вами поделиться своими мнениями, впечатлениями, какая она студенческая жизнь Что необходимо еще сделать, чтобы студенческая жизнь стала краше, легче и интереснее Дорогие ребята, в вашей жизни сегодня особенный период, достаточно ответственный период Я желаю, чтобы вы полной грудью проживали каждый день студенческой жизни Чтобы он был насыщенный и интересный Чтобы у вас было много друзей и увлечений Чтобы вас окружали порядочные люди Я желаю, чтобы ваши сессии проходили легко Чтобы вы были жадными на знания Потому что вы, дорогие ребята, будущее нашей страны С праздником, дорогие студенты! Имя Тане мне нравится, его предложил мой папа Мама с папой много спорили, как меня назвать Но в итоге решили назвать честь бабушки Я планирую стать учителем Я давно хотела, мечтала, чтобы учить детей Давать другим новые знания Накануне в Черкесске отметили 105-ю годовщину начала репрессий казачества Траурный митинг прошел возле Покровской церкви Черкеска Он собрал представителей власти, казачества, православного и мусульманского духовенства А также делегацию казаков из Краснодарского края Во главе с заместителем атамана Кубанского казачьего войска Подробности у Али Баташева Вечная память Отец Александр Нартов совершил заупокойную молитву По расстрелянным, а также погибшим от голода И в ссылках в годы репрессий казаках Гвоздики в руках и венки с цветами Дань памяти всем невинноубиенным в это тяжелое для страны время 24 января 1919 года была принята директива о расказачивании Определившая политику власти по отношению к казакам Сословию, которая на протяжении нескольких столетий Укрепляла воинскую славу Отечества Говорили на траурном митинге В этот период были уничтожены экономическая база И произведено принудительное выселение казаков Из мест традиционного проживания Что привело к гибели тысяч людей В том числе безвинных детей, женщин, стариков Частичной утрате исконно казачьих обычаев и традиций Основ православия Депортация в концлагеря и расстрелы Должны были привести казачество к полному его уничтожению К счастью, это не произошло Казакам удалось сохранить свое самосознание Культурно-человеческую уникальность и самобытность Уважаемые братья и сестры Дорогие братья-казаки У нас с вами общая судьба Обшая боль и общая радость Даже сейчас очень тяжело вспоминать Рассказы старшего поколения О тех, кто попал под репрессии Из-за принадлежности к казачьему сословию Говорит казак из Джигуты Михаил Крамаренков У деда, короче Он свою семью похоронил Что пришли, все забрали Что могли И они остались голодными Из головы померли, короче Он свою семью всю похоронил Не только семью, своих родственников хоронил Ну, короче, не хоронил, а закапал просто в саду и все Мы помним наши трагические страницы истории Так же, как и наши победы Сегодня, как и сотни лет назад Казачество всегда на передовой Сегодня наши братья-казаки Выполняют поставленную задачу президентом Более 7 тысяч казаков Уже выполнили свой долг И сейчас находятся на передовой Более 800 человек Наших братьев-казаков Кубанского казачьего войска Представлены и награждены Государственными наградами К казачьему роду нет переводу Новое поколение казаков Чтит традиции предков Сохраняет память об их подвигах И старается передать это знание Следующим поколениям По традиции, траурный митинг Завершился возложением венков и цветов К поклонному кресту И мемориальной доске Установленной в память о невиновеенных Баталпашинцах-казаках На территории Покровской церкви Черкеска Али Баташев, Миха Каракелян Вести Карачаева Черкесия Местный житель признан виновным В совершении двойного убийства Доказательства, собранные следователем Первого отдела по расследованию Особо важных дел Следственного управления по Карачаево-Черкесии Признаны судом достаточными для вынесения обвинения 49-летнему местному жителю Он признан виновным в совершении преступления Убийства двух лиц Следствием и судом установлено Что 23 апреля 2023 года Подсудимый, встретившись с двумя своими родственниками В ауле Верхняя Тиберда На почве имущественного конфликта Произвел в них несколько прицельных выстрелов Из принадлежащего ему ружья В результате полученных ранений Пострадавшие скончались на месте Приговором суда виновно осужден К 12 годам лишения свободы В исправительной колонии строгого режима Организаторы выборов Карачаево-Черкесии прошли обучение На сайте ЦИК России Они изучили обучающие материалы Учебной программы Координаторы и обходчики Успешно прошли тестирование Вопросы охватывает весь процесс Информирования избирателей И работы со специальным мобильным приложением С заданиями системы справились 968 человек Проходившаяся крыша Как источник проблем Жильцы одного из домов региональной столицы Обратились в редакцию вестей С просьбой о помощи Капитальный ремонт около полувека Обходит стороной строения По Пятигорскому шоссе Как результат В непогоду людей Затапливает сверху И горят электрощитки В проблеме разбирался Наш корреспондент Артур Мхце О ненастной погоде Жители этого дома По Пятигорскому шоссе Узнают одними из первых Хотя синоптиков среди них нет Специальным прибором для людей Служит дырявая крыша Казалось бы, 21 век Благоустройству на всех уровнях Уделяется повышенное внимание Однако у этих нескольких домов Помимо разбитого двора Который не спрятать даже под снежным покровом Есть еще одна общая беда Кровля Несколько лет назад Крик о помощи звучал из корпуса Б Теперь в редакцию вестей Обратились собственники жилья В строении А Поднимаясь по этажам все выше Понимаешь, что приближаешься к эпицентру проблемы Мокрые пятна еще больше По электрощиткам и проводке Заметны следы периодических возгораний Перебои со светом Лишь малая часть того, что может случиться После пожара будет поздно что-либо исправлять Анна Владимировна живет на последнем этаже Чуть ли не с первого дня существования дома Которому около полувека Говорит, полноценного ремонта в здании Никогда не было Хотя сами люди стараются создавать комфорт Насколько возможно У меня одно время текло даже вот с этих коридорий Вот с лампочек Даже вот просто как водопад текла вода Это вот если я не заделаю вот этот кусок Это не говорит о том, что Будет тут не будет течь Потому что затекает Может затечь откуда-то И прийти обратно сюда Я одно время тут со своей компанией Я уже не единожды Не один год занимаюсь вот этой Я уже думала Может быть все-таки труба Сам стоячий ряд И идет и начинает течь по-разному Нет и все Так никто эту трубу не заменил Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию Но раз проблема по-прежнему актуальна Значит приложенные усилия были недостаточными Как нам пояснили в городском управлении ЖКХ Обслуживающая организация в ближайшее время займется устранением неисправностей По данному случаю мы обращались в управляющую компанию Обслуживающий указанный дом По поступившей информации То есть они уже закупили весь необходимый материал для ремонта крыши И в ближайшее время То бишь при наступлении благоприятных условий Для ремонта Работы будут сделаны Если работы все-таки не будут выполнены в срок Либо окажутся ненадлежащего качества Людям рекомендовано обратиться в управление ЖКХ мэрии Для принятия необходимых мер Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия В образовательных учреждениях Карачаевска прошли торжественные мероприятия Посвященные открытию месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы Под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать» В линейке приняли участие представители Совета ветеранов Карачаевского городского округа Учащиеся школ и педагоги Подробнее расскажет Алихан Лепшоков Далекие военные страницы нам открывают жизни с года в год И мы с тобой должны гордиться тем подвигом, что совершил народ Именно с этих слов открылся месячник военно-патриотической работы В шестой школе имени Героя России Дугербия Узденова На торжественной линейке всех участников мероприятия Поприветствовала директор данного образовательного учреждения Рамиля Байчорова В свою очередь пожелал успехов школьникам Начальника отдела патриотического воспитания Министерства по делам молодежи Азнаур Уртенов Такие мероприятия военно-патриотической направленности крайне важны Отрадно видеть, что обучающиеся молодое поколение активно принимает участие Вовлекается в деятельность мероприятий, которые проводятся И хотелось бы пожелать вам, уважаемые ребята Так сказать, виновники торжества То те мероприятия, которые проводятся военно-патриотической направленности Активно привлекайте из них Вы наше будущее, за вами вся страна На мероприятии педагоги и школьники исполняли военно-патриотические песни Читали стихи Отметил важность проведения месячника заместитель председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев Он подчеркнул, что именно на примерах наших героев мы должны воспитывать подрастающее поколение И мы ветераны труда старшего поколения Участники боевых действий в Афганистане И солдаты, которые молодые здесь Мы уверены, что вы вырастите достойными, настоящими, любящими свою родину Патриотами, свой город И когда надо будет, станете на защиту своей родины Приседатель Совета ветеранов войск правопорядка Исмаил Кубанов Вручил награду от ведомства директора шестой школы Каждый из нас должен сохранить в памяти тот подвиг наших предков Которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо, отмечали школьники Я считаю, что это очень важно, поскольку молодое поколение, мы будущие страны Мы должны знать наших спасителей Благодаря кому мы сейчас имеем мирное небо над головой Благодаря кому мы сейчас живы Не было бы таких героев, не было бы и нас И я думаю, это очень важно для каждого из наших детей Для нашего подрастающего поколения это очень важное событие То, что показывает, как сражаются наши герои Нужно знать наших героев в лицо, чтобы не забывать свою историю и знать героев Также мероприятие по случаю открытия месячника прошло и в пятой школе имени Султана Магометова Школьники читали стихи и представили свои яркие танцевальные номера О важности проведения патриотических мероприятий отметила директор пятой школы Асиат Тикеева Мы выражаем уважение героям нашей страны Выражаем уважение защитникам Родины от всех захватчиков во все времена Я надеюсь, что вы, участвуя в этом месячнике, покажете хорошие результаты Торжественная линейка прошла и в третьей школе имени Героя Советского Союза Харуна Богатырева В ней участвовали представители Союза офицеров Республики, общественности, педагоги В течение месячника школьники будут принимать активное участие в различных состязаниях, конкурсах и соревнованиях Альхан Ипшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск Цифровая телесеть РТРС считается крупнейшим оператором эфирного телерадиовещания в стране Она служит основой единого информационного пространства Точкой опоры для развития телекоммуникации смежных отраслей Насколько востребована российская телевизионная радиовещательная сеть Как прошел процесс цифровизации в нашей республике и о многом другом Расскажет полномочный представитель генерального директора РТРС в СКФО Александр Статник С ним встретилась Альбина Ламкова А я с вами прощаюсь, всего доброго